Сложно представить себе наш мир без Луны. Она освещает нам путь по ночам, мы разглядываем ее в телескопы, рисуем на картинах, но редко задумываемся о том, какую огромную роль она играет в жизни всего живого на планете. И если наш спутник вдруг соберет свои вещи, хлопнет дверью и уйдет к маме, то есть исчезнет навсегда, то Земле придется не сладко. Всем привет! Если нас сейчас смотрят оборотни, то вам, возможно, такой сценарий может понравиться. А вот всем прочим, вряд ли. Это наш канал, если вы не успели еще догадаться. Итак, что же произойдет, если Луна исчезнет? И возможен ли вообще такой сценарий? Сейчас выясним. Приступаем. Спутник вращается вокруг нас по раскручивающейся спирали. В далеком прошлом он был намного ближе к нам, а сейчас постепенно удаляется. Луна убегает от Земли очень медленно, почти на 4 сантиметра в год. Получится ли у нее когда-нибудь вырваться из этих отношений? Нет, не получится. Наш спутник будет постепенно замедляться, и через 5 миллиардов лет радиус лунной орбиты достигнет своего максимума. А затем Луна начнет опять приближаться к планете. Но все это не будет иметь никакого значения. Ведь к тому времени Солнце превратится в красный гигант, увеличится в размерах и столкнет с орбит и Луну, и Землю. Хорошо. А может ли наш спутник упасть на нас? Теоретически да. Луна и Земля замедляют вращение вокруг своей оси, и через 50 миллиардов лет они окажутся во взаимном спиноорбитальном резонансе. Или, простыми словами, будут повернуты друг к другу одной и той же стороной. Центробежная сила, которая компенсировала силу гравитации нашей планеты, перестанет действовать на спутник, и он, в конце концов, упадет. Где-то через 65 миллиардов лет. Но вы помните про красного гиганта, да? Ничего такого просто не успеет случиться. В общем, исчезнуть Луна может только по мановению волшебной палочки. Но мы с удовольствием пофантазируем о том, что произошло бы, лишись мы нашего спутника прямо сейчас. Все мы знаем, что Луна ответственна за морские приливы и отливы. Она образует эдакий пузырь — две выпуклости мирового океана. Одна со стороны, обращенной к Луне, другая — с противоположной. Без воздействия спутника этот пузырь лопнет. Огромные волны затопят побережье. Вода равномерно расплещется по всей поверхности планеты. А когда вся эта круговерть уляжется, привычных нам приливов больше не будет. Уровень воды еще будет меняться под воздействием Солнца, но очень незначительно. Само собой, это скажется и на жизни обитателей океана, и на климате. Но это еще цветочки. Куда более драматические изменения повлечут за собой дестабилизация наклона земной оси. Сейчас угол наклона составляет 23,5 градуса, и это обеспечивает привычную нам смену времен года. То есть, когда северный полюс наклонен к Солнцу, в северном полушарии царит лето. А через шесть месяцев, на другом конце орбиты Земли, северный полюс смотрит в сторону от Солнца. Джон Сноу кричит о том, что зима близко и наступает холода. Если бы не Луна, наклон оси менялся бы на десятки градусов, причем совершенно непредсказуемо.